Время новостей на телеканале ЖТСУ 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 В рамках республиканской акции «Безбергемес», инициированной партией «Нуратан», в Алматинском регионе с начала периода чрезвычайного положения оказана помощь порядка 1200 семьям на сумму свыше 18,5 миллионов тенге. Евгения Присяжная, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ, Коксусский район. Службы ЧАЭС Алматинской области всерьез озабочены складывающейся пожарной обстановкой. С начала года на территории ЖТСУ зарегистрировали порядка 300 случаев загорания травостоя и 10 лесных пожаров. Об этой теме говорили огнеборцы на площадке ЖТСУ «Медиа», рассказывает Антон Хатиновский. В течение года в пожарном графике значится несколько пожароопасных периодов. Очередной из них приходится на весну. Именно об этом и шел основной разговор во время специального брифинга. Этот год уже отметился в статистике ростом степных пожаров почти на 50%. В данный момент уже произошло более 300 случаев загорания с большими объемами площади проходения огня. И в том же числе у нас имеются пожары на лесных территориях. Но, к счастью, там горела у нас основная сухая трава и кустарниковая растительность. В данный момент сейчас проводятся служебные расследования по этим фактам. Основное направление у нас сейчас идет профилактика пожаров, природных пожаров, а также готовность к их ликвидации. В целом по области у нас уже сформировано более 300 добровольных пожарных формирований. В целях профилактики и оперативного реагирования на возникающие возгорания сотрудники противопожарной службы проводят проверку готовности заинтересованных госорганов. В Тадыкурганском лесничестве на случай пожаров есть все необходимое – шансовый инструмент, хлопушки и мотопомпы. А за территорией лесничества ведется видеонаблюдение. Пожароопасный период для нас начался с 26 марта. Мы уже провели специальную обработку и вспашку защитных полос. В зоне нашей ответственности более 1400 гектаров, из которых 106 – лесные угодья. Мы ведем разъяснительную работу с крестьянскими хозяйствами и имеем специальный план взаимодействия. О крестьянских хозяйствах разговор особый. Пожары – наибольшая опасность для зерновых культур, в связи с чем вокруг полей производится опашка. Ширина противопожарного разрыва не менее 4 метров, а каждая единица сельхозтехники должна иметь искрогасители. Совместно с сотрудниками лесного хозяйства города Тадыкурган, а также сотрудниками местной полицейской службы, акиматов сельских округов, сотрудниками управления по ЧС городу Тадыкурган проводятся рейдовые мероприятия по лесным массивам, а также по территории сельских округов, по недопущению сжигания стерни, неконтролируемых горений, а также разведению костров на территории города. На сегодняшний день большим подспорьем за мониторингом территории Алматинской области стало наблюдение из космоса. Ежедневно в кризисный центр ДЧС поступают снимки со спутников. Красными точками отмечены горения, на которые оперативно и отправляются пожарные бригады. В этом году к ответственности за нарушение правил пожарной безопасности было привлечено 3 человека. Административный штраф за подобные нарушения минимум 5 МРП. Антон Хатиновский, Нуржан Муканов, телеканал ЖТСУ. При содействии при службе ДЧС Алматинской области. Из-за чрезвычайного положения в стране фитр садака и закат во время Рамазана можно уплатить онлайн через приложение Каспий Казет, Майхалки и Киви. На платформах будут введены счета всех центральных мечетей городов областного и республиканского значения. Каждый гражданин может переводить фитр садака и закат на счет мечети в своем регионе, не выходя из дома. В этом году размер пожертвования на человека составляет 370 тенге, а месяц Рамазан начинается после рассвета 24 апреля. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова